Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим пятнистый торт. Для теста нам потребуется 5 отборных яиц, 240 грамм сахарного песка, 180 грамм муки, 35 грамм какао-порошка, 1 пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм. Для крема я буду использовать банку вареной сгущенки и 200 грамм сливочного масла. Приготовим тесто. Нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Взбиваем с помощью миксера не менее 5 минут. Вот такая яично-сахарная смесь должна получиться. Теперь добавляем муку. Мука должна быть предварительно просеянная. Добавляем разрыхлитель и теперь аккуратно муку с разрыхлителем вмешиваем в тесто. Тесто желательно в одном направлении, снизу вверх. Вот такая смесь должна получиться. Теперь делим ее на 3 части. Итак, чтобы получить пятнистый торт, я разделила тесто на 3 части. 400 грамм я оставляю белое тесто. 100 грамм, то есть здесь у меня остается вместе 300. 100 грамм из них у меня будет светло-коричневое тесто. Я сюда добавляю чайную ложку какао-порошка. Здесь у меня 200 грамм, и я сюда добавляю оставшиеся 30 грамм какао. Все хорошо размешиваем. В это тесто, где более светлое, мы добавим еще чайную ложку муки, чтобы оно получилось не таким жидким тесто. Еще раз размешаем. Тесто с большим количеством какао, видите, достаточно густое. Чтобы рисунок было удобнее выкладывать, тесто я темно-коричневое и светло-коричневое положила в пакеты. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. На дно чаши выкладываем слой белого теста, примерно толщиной в 1 сантиметр. Далее темным, самым темным тестом рисуем круг по спирали. Вот таким образом. Далее на темный цвет мы делаем слой точно такого же светлого теста. Также по спирали. И это светло-коричневое тесто снова закрываем слоем черного. Так, чтобы его было не видно. Далее эту спираль сверху закрываем светлым тестом, аккуратно поливаем, чтобы она полностью скрылась. Рисуем еще одну спираль черного цвета уже с другого ракурса, ведь пятна, они разнообразны. Снова слой светло-коричневого. Стараемся использовать его весь, пусть слой будет потолще. Закрываем это все остатками черного теста. Снова это все закрываем остатками белого теста. Если у вас осталось тесто, сверху делаем произвольные пятнышки. Сверху у меня все равно будет крем. Закрываем крышку мультиварки. Выпекать я буду на режиме мультиповар. 125 градусов, 1 час. Добавим время. Через час бисквит будет готов. Нажимаем старт. Прошел час. У меня готовый бисквит уже постоял чуть-чуть. Будем его доставать с помощью корзины пароварки. Приготовим крем. Нам необходимо взбить мягкое сливочное масло с банкой вареного сгущенного молока. Все перемешиваем в однородную массу. Перемешиваем все с помощью погружного блендера, чтобы получилась однородная масса. Крем готов. Вот такой он должен получиться. Однородный по консистенции. Остывший бисквит разделим на две части. У нас будет два коржа в торте. Как обычно, ножом делаем неглубокий надрез. И потом будем разделять с помощью нитки. Вставляем нитку. Концы нитки стягиваем между собой. Вот что должно получиться. Чтобы бисквит получился не сухой, пропитаем его водой. Слегка подслащенной. То есть, буквально на полстакана воды добавляем 1 четвертую чайной ложки сахарного песка. На пропитку двух коржей у меня ушло полстакана воды. Так, выкладываем крем. Крема нам должно хватить как на соединение двух коржей, так и на украшение сверху и сбоку. Сверху выкладываем следующий корж. Я его тоже пропитала. Теперь покрываем кремом. Как вверх, так и бока. Убираем в холодильник. Как только крем застынет, будем украшать. Будем украшать торт. Для украшения нам потребуется черный и белый шоколад. Горячая вода. Сам торт. Ломаем шоколад. Нам необходимо его растопить и нанести рисунок на торт. Итак, шоколад полностью растаял. Он стал мягким. Будем рисовать. Делаем пятнышки белые, разной формы. То же самое делаем с черным шоколадом. Нам необходимо растопить его. Пока черный шоколад растапливается, мы до конца нанесем рисунок с белыми пятнышками. То есть, обводим тонкой чертой белые пятна. Желательно черным. И теперь делаем рисунок черным шоколадом. Торт готов. Сверху я еще добавила чуть-чуть орешков грецких. Давайте посмотрим, как торт выглядит в разрезе. Вот так торт выглядит в разрезе. Он получился очень вкусным. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на наш семейный канал. Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok